Как и обещала, я расскажу немного о системе налогообложения. Итак, если будем рассматривать индивидуальное предпринимательство, то есть ИП, налог на доход будет составлять 5% от каждого выставленного инвойса. Также существуют обязательные налоговые платежи, которые составляют 10 000 драм ежемесячно. Дополнительно существует обязательный военный налог, который платится раз в год и начинается от 18 000 драм в зависимости от вашего оборота. Если подытожить, то в принципе довольно-таки удобная система налогообложения. При этом есть, конечно, определенные нюансы относительно банковского обслуживания. Поскольку выбор банков очень велик, но везде есть свои нюансы. Нюансы заключаются в стоимости обслуживания. Поэтому в ряде банков есть, скажем так, лояльная ценовая политика, которая составляет ориентировочно 10 000 драм в год. При этом существуют комиссии также на переводы и может быть обслуживание дополнительных банковских сервисов. Поэтому прежде чем открывать банковский счет, нужно провести тщательный анализ банка всех комиссионных издержек. И только после этого принимать решение о том, в каком банке открывать счет. А еще есть такой нюанс о том, что нет необходимости в плане законодательства открывать счет именно в армянском банке. Поэтому если вас не устраивает обслуживание в армянском банке, вы можете воспользоваться каким-либо необанком, который обслуживается на международной арене. Продолжение следует...